На сайте Казанского университета опубликовали рейтинговые списки поступающих. Сколько абитуриентов вошло в этот список? 2 числа это окончательные списки по приему в рамках бакалавиата специалитета по бюджетному конкурсу. Как научный центр мирового уровня помогает добывать не только дешевую и экологичную нефть, но и трудноизвлекаемую? Ход очень мелкий и прокачать через него жидкость или нефть прокачать невозможно. Чье наследие хранится в отделе рукописей редких книг научной библиотеки Лобачевского, Казанского и Федерального университета. В нашем фонде тоже есть газета, где рассказывается об этом трагическом случае, как он неудачно стрелялся. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Софья Чугунова. В эти выходные в Доме правительства Республики Татарстан состоялась торжественная церемония награждения. Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, орденом Дуслык. Вручил почетную награду президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Ильшат Гафуров был отмечен руководством республики за многолетнюю плодотворную работу на благо Татарстана и значительный вклад в развитие науки и образования. 2 августа на сайте КФУ опубликовали рейтинговые списки поступающих. О том, кто вошел в эти списки и не только в нашем сюжете. 2 августа на сайте КФУ появились первые списки по приему на бакалавариат специалитет в рамках бюджетного конкурса. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик рассказал, сколько заявлений подано от стабальников абитуриентов, которые прошли без вступительных испытаний. На сегодняшний день у нас уже порядка 264 абитуриентов, которые имеют наивысший балл ЕГЭ, либо несколько баллов ЕГЭ с наивысшим значением. И около 161 человека подали заявление в рамках прохождения конкурса без вступительных испытаний. Но мы ожидаем сейчас обязательно согласия от них, для того, чтобы они смогли зачислиться в эту же приоритетную волну. По словам Александра Бибика, наиболее конкретные цифры можно будет назвать 4 августа, когда будут получены все согласия на зачисления в квотные целевые группы до 18.00. Уже 6 августа выйдет первый приказ нулевой волны. В него входят целевики, льготники и те, кто зачисляется без вступительных испытаний. Затем мы принимаем согласие на общий конкурс до 11 августа. И приказ именно в общий конкурс это 17 августа. Сегодня вышел первый приказ о зачислении на контрактную форму обучения для иностранных граждан. Были зачислены 168 человек, 48 абитуриентов в рамках договоренности между странами по линии Министерства образования и науки РФ. Отметим, что это не окончательный срок приема документов. Иностранцы могут подавать документы до 16 августа. Это дополнительный срок. И для них еще пройдет серия внутренних вступительных испытаний. До 15 августа мы принимаем документы. После 15 августа серия вступительных испытаний. Затем мы даем время на подачу согласия и оплату договора. И к 1 сентября они должны приступить к обучению. Если не будет, объявлен дополнительный набор. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Ректор Казанского университета наградили Орденом за заслуги. Высшую награду российских мусульман вручил заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по внутренним делам Равиль Сафиддинов. Столь почетной наградой Ильшат Гафуров был отмечен за долгие годы служения на Ниве высшего образования, большой вклад в дело воспитания новых поколений профессионалов и развитие российской фундаментальной прикладной науки. Мы продолжаем рассказывать о деятельности научного центра мирового уровня Казанского университета. На этот раз мы расскажем, как центр поможет добывать не только дешевую экологичную нефть, но и трудноизвлекаемую. Разработка новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти является одной из приоритетных задач научного центра мирового уровня. К этой группе относится и так называемая сланцевая нефть. Сама по себе она легкая, но находится в низкопроницаемых горных породах. Нефть там, там поры очень мелкие, и прокачать через нее жидкость или нефть выкачать невозможно. Можно только с помощью гидроразрыва или, например, поджечь эту породу, да, как-то. Закачать туда воздух, поджечь, пригорение расстрескается. И вот это вещество, которое органически там есть, оно тоже превратится в нефть. Появится, если так называемая синтетическая нефть даже может, да. По всей стране таких ресурсов насчитывается сотни миллиардов тонн. Подобным объектом является и Ромашкинское нефтяное месторождение, одно из крупнейших в России. Программу по его разработке уже начал создавать и научный центр мирового уровня Казанского университета. И там, конечно, есть запасы, вот мы полагаем, примерно полтора-два миллиарда есть запасов живой нефти, такой, жидкой, хорошей нефти, которую нужно добыть, так. И кроме того, есть вокруг Ромашкинского месторождения, есть очень много запасов нефти, там, в том же самом доманике, это вот нефть плотных проводок, да, где нужно делать длинный разрыв или поджигать надзорные воды, да. И кроме того, есть нефть, или, как говорят, вязкие, высоковязкие, сверхвязкие нефти, или природные битумы в пермских отложениях. Неизлеченную нефть в выработанной части залежи также называют целиком. По добыче таких целиков еще несколько лет назад Казанский университет начал совместный проект с Татнефтью. Когда разрабатываются гигантские месторождения и используют закачку воды, заводнение так называемое, то вот в этой однородной такой среде возникают такие пятна целиковой нефти, которые все водные потоки огибают, а эта часть остается целенькой и она не добывается, как бы, да. Добыча такой нефти требует разработки совершенно новых технологий, чем и занимается научный центр мирового уровня. Исследования помогут нефтяникам Татарстана. По этой компании очень выгодно с нами работать даже на стадии фундаментальных исследований. То есть мы совместно начинаем работать и говорим, хорошо, вы нам отбираете пробы, мы за исследованиях профлаборатории с вас денег брать не будем. Мы сделаем это за счет государственных денег, но мы получим результат, который мы с вами вместе будем дальше применять в практическом смысле. Напомним, научный центр мирового уровня был создан в 2020 году. В консорциум вошли представители Уфимского государственного нефтяного технического университета, Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина и Сколковского института науки и технологий. Казанский университет стал главным в консорциуме. Также стоит отметить, что нефтегазовое направление является одним из приоритетных в Казанском университете, который, к слову, вошел в топ-100 мирового рейтинга QS World University Rankings по данному направлению. Диана Желенкова, Илья Андреев, Фиолета Басова, Универ Ньюс. Выпускника Казанского университета Марата Галиханова назначили главой Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Он приступит к выполнению должностных обязанностей с 7 августа. 18 июня исполнилось 85 лет с момента смерти известного русского и советского писателя, поэта, драматурга Максима Горького. Его наследие хранится в отделе рукописей редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Все подробности далее. Биография Алексея Пешкова, прославившегося под псевдонимом Максим Горький, тесно связана с Казанью, ведь именно здесь он совершал свои первые творческие шаги. В 16 лет он сюда переехал, чтобы поступить в Казанский университет, но после неудачи работал на пристаних, где и познакомился с революционно настроенной молодежью. В свободное время пробовал себя в роли писателя. Его первые прижизненные издания, написанные под псевдонимом, хранятся в фонде научной библиотеки имени Лобачевского. Алеша Пешков выбрал этот псевдоним довольно рано, и уже под этим псевдонимом, правда, сокращенно, появляется один из первых его рассказов в газете «Волжский вестник». В 1893 году, 4 сентября, с довольно длинным названием, ОЧЖ и так далее, то, что потом вошло в литературу под названием «О молодом поэте». Снизкав большую славу и известность, издания Максиму Горького превратились в многотомные собрания произведений. В фонде библиотеки находятся его признанные труды, в числе которых Макар Чудра и Коновалов. Казанские рассказы передают тяжелые страницы жизни в городе. Здесь Горький переживает непростой мировоззренческий кризис и даже пытается покончить жизнь самоубийством. В нашем фонде тоже есть газета, где рассказывается об этом трагическом случае, как он, так сказать, неудачно стрелялся и как его спасли в нашей земской больнице. В библиотеке КФУ хранятся и цензорские экземпляры, в числе которых рассказ Горького «Весенние мелодии», запрещенный в дореволюционный период издание, вышедшее в 1901 году. Запрещено было, потому что здесь тоже своего рода фильетон, где он, ну, например, вот мы даже, если мы видим, да, я надворный воробей, да, то есть явно, что это аллюзия к различного рода чинам Российской империи, да, надворный советник, а вот здесь он, так сказать, надворным воробьем себя величает, да, то есть запрет был во многом именно потому, что очень критически, да, представляется вот эта придворная среда. Ознакомиться с трудами Горького могут посетители библиотеки в ее рабочие часы. Диана Желенкова, Ленарда Валитьяров, Универньюс. На этом все. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok